Ну что, снова всем тропический привет, ребята, с вами снова канал Тропикал. И сегодня, ребята, у меня такое довольно интересное видео, сегодня будет распаковочка. Распаковывать мы будем товары для рептилий, которые я заказал, и, в общем-то, видеоролик обещает быть интересным. Также, ребята, перед просмотром ролика прошу вас подписаться на мой Яндекс Дзен, там будут видеоролики выходить, если вдруг Ютуб заблокируют. Так что, все-таки, кто хочет поддержать меня, переходите туда и подписывайтесь на тот канал. Ну а мы начинаем. Итак, заказывал я все для рептилий и заказывал я с сайта Озон. Сейчас я вам покажу первый товар. Это вот такой вот у нас кальций с большим содержанием Д3. Вообще, заказал я это все потому, что я планировал завести себе бородатую Агамму. Но теперь я решил повременить. Деньги на нее у меня есть, но все-таки я решил немножечко повременить с ее покупкой. Вот такой, в общем, кальций. Он подойдет и для эублефаров, и для прытких ящериц, и для всех ящериц, в общем. Тут написан состав. Ну, вот такой вот крутой кальций. Фирма достаточно хорошая. Фотфарм, по-моему. Ну, в общем, отзывы о ней неплохие. Итак, следующее, что я вам хочу показать, это витамины. Витамины уже другой компании. Это Акваменю. Многие говорят, что у меня плохая фирма АВЗ от витамины, которые сейчас у меня есть. В общем, которые я использую сейчас. Они говорят, что очень плохие. И качество у них такое себе. Поэтому я решил купить вот такой вот качество получше. То есть, у этих витаминов качество должно быть лучше, чем у АВЗ. Сейчас я его распакую. Кстати, у Акваменю я покупал и кальций, и витамины сейчас. Вот весь комплект, в общем, у меня есть. И сейчас вот витаминки вот такие вот открываем. Кстати, здесь уже поумнее сделали. Ложечку прикрепили к баночке. Они закапывают ее, как раньше это было у них. То есть, вот я покупал кальций с Д3 и без Д3. И вот у них, как бы в кальции, ложечка всегда была закопанная. А здесь, как вы видите, она прикреплена к боку. Ну, ложечка вот такая вот стандартная, мерная. В общем, она у всех одинаковая. То есть, у всех вот акваменюшных товаров. А также у всех акваменюшных товаров вот такая вот прикольная ленточка, которую нужно открыть для того, чтобы распечатать наши витамины там или кальций, что не знаю что. В общем, вот так вот он выглядит. Имеет такой желтоватый цвет. Запаха она, кстати, особо такого не имеет. Вот витамины, которые у меня от АВЗ, они имеют запах фруктов. А это особо такого запаха яркого не имеет. Возможно, это даже и хорошо, а возможно, плохо. Но, как вы видите, я немножечко просыпал. И давайте я вам, кстати, не показал еще, как выглядит кальций. Ну, кальций все, я думаю, видели обычный вот такой вот белый кальций. Немножко, конечно, на камере он отсвечивает желтым, но на самом деле он белый. Вот. Итак, теперь закрываем его обратно. Я здесь немножко намусорил и сам весь замарался. Надо это немножечко прибрать. Итак, ребята, сейчас я приберусь и буду показывать другой товар. Ну что, ребята, настало время самых дорогих покупок, так скажем. Это ультрафиолетовые лампы. И не одна, а целых две. Обошлось это все мне в 4,5 тысячи рублей. Ну, а сейчас еще и цены на именно этот бренд ультрафиолетовых ламп поднялись. То есть, цены они стали стоить дороже. И мне повезло, я купил их, пока они были более-менее дешевые такие. Так, давайте же распакуем и посмотрим, как она выглядит. Здесь мы видим такую неплохую сумочку. Такой вот брендовый значок. Прикольно, прикольно. Мне очень нравится. Такой футлярчик для лампочки. Это, кстати, очень круто придумано. Приятный такой ткань, такая приятненькая. И давайте посмотрим, что у нас тут с лампочкой. Так, вот такая вот компактная ультрафиолетовая лампа. Цоколь Е27, по-моему, здесь. Вот такая вот крутая лампа, в общем. На 10 UVB. И, надеюсь, она хорошего качества. И посмотрим, сколько она мне прослужит. Вообще, рекомендуют все ультрафиолетовые лампы, в зависимости от их категории, менять, там, которые дешевые раз в 4 месяца, которые более-менее дорогие, там, раз в 5 и раз в 12 месяцев. То есть раз в год. Но есть и такие, которые, по-моему, на очень долго хватает, на несколько лет даже, по-моему. Вот такие, правда, и стоят дороже. Так, смотрим, что у нас в следующей коробочке. Здесь все точно такое же. Это вот такая вот сумочка-футлярчик вот такой. Выглядит довольно неплохо. Обратно это все сейчас убираем. И, в принципе, наш обзор моих таких товаров на сегодня закончен. Вот еще вторая лампочка. Здесь вот точно так же, опять же, повторюсь, все. Точно такое же оформление. Сумочка очень крутая. Сумка мне, кстати, это понравилось очень сильно прям. И ради этой сумочки именно можно, мне кажется, только цену поднять на лампу. Ну, на самом деле, очень прикольно. Надо будет скоро уже и моей предкой ящерице заменять лампы. Точнее, лампу. А, ультрафиолетовую. Вот, кстати, моя красотка ящерица. И, ребята, я буду заканчивать сегодняшний, наверное, видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите на мой Яндекс Дзен. Ведь, опять же, повторюсь, если заблокируют Ютуб, Яндекс Дзен, это, можно сказать, единственный сайт, где вы меня сможете увидеть. Также я, конечно, буду снимать немножко и в ТикТок, но в ТикТоке не будет такого полномасштабного общения, как в Ютубе. Вообще, я надеюсь, что Ютуб не закроют, и мы все будем снимать дальше видеоролики свои и набирать популярность. Ведь террориумистика – это очень интересное занятие. Поэтому поддержите меня, подпишитесь на Яндекс Дзен и на этот канал. Ну что ж, всем пока-пока, ребята, удачи и мира!